Вам надо создать семью и посводить в свою жизнь служение. Потому что семья не мешает женщине служить Богу, а наоборот помогает. Знаете почему? Потому что Господь, Он любит, когда люди вместе живут. Даже монахи должны быть очень близки друг к другу. Они должны жить одной семьей большой. Господь очень сильно любит, когда люди вместе, а особенно Он любит, когда женщина заботится о родственниках, о близких. Для женщины это самый лучший способ сделать Бога счастливым. Нет, я еще на этот не ответил. Вот вы симпатичная девушка, красивая. Что вас заставило думать о монастыре? Я просто сомневаюсь, положит меня по себе или нет. Я вам хочу, но сомневаюсь. Есть ли у вас больше нечего? Есть только одна причина, почему вы не выходите замуж. Вы отживаете всех, кто к вам подходит. Вы просто гордитесь собой и считаете, что вы достойны большего. Все. Так ведь или нет? Да. Видите, Бог ответил вам через другого человека. Он увидел, что вы не готовы правду принять, и он через другого человека ответил. Вы принимаете ответ Бога? Да. Можно просто чуть-чуть прожить его. Вы же можете согласиться, что у вас нет проблем с тем, чтобы кто-то вас полюбил. С этим же нет проблем? Нет. Ну, в чем значит проблема? Проблема в чем? В категоричности вашей. Вы не принимаете мужчин в виде их недостатки. Эта категоричность исходит из желания освобождения. Вы хотите жить без проблем, без трудностей. Это желание освобождения, это препятствие на пути развития личности. И когда человек желает освобождения, самое страшное, если он принимает отреченную жизнь. Вот он, представьте, отрекается, человек сам хочет еще не выполнять свои обязанности перед людьми, не трудиться над характером другого человека. Он не хочет этого. Он хочет быть свободным от всего в этом мире, от всех трудностей, проблем. И при этом еще принимает отреченный образ жизни. Это как проклятие получается. Он санкционирует свои недостатки. Потому что вам надо, наоборот, жить с кем-то и трудиться над его характером, над этим человеком. Так вы удовлетворите Господа. Вот сейчас я увидел то, что нужно в ваших глазах. Это мне понравилось очень. Спасибо вам, что вы поняли. Это важно. Еще кто прямо с места? О, сразу. А кто написал записку и готов с места? Давайте, спросим. Да? Где ваша записка? Ну, чтобы я откладывал в сторону, что я ответил. Рассказывайте. Да, рассказывайте. У меня, молодой человек, и по теме, он, наоборот, не пьет, не ходит, занимается спортом. Но. Но. Уже стоит признание Бога вообще. И даже не хочет, если я в этом смогу. Ну, не хочет, если я в этом смогу. Я не знаю, что понять. Если я не могу, то оба. Я не могу понять. И не хочу терять времени, потому что мне уже с переходой точно организовал, что нужна первая горизонта, так как работают биологически и счастливые. А он готов с вами зачинать ребенка вообще? Ну, он говорит об этом. Ну, то есть, мы решили на такой... Мы не зашли до этих дней, а нашли. Но, то есть, он не хочет идти. И он, конечно, не жениться и все равно занимает. Но. Но. Но, я не знаю. Я готова работать, чтобы он был готовым. Но, я не знаю. Можно вообще сказать другому. Но. 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 Почему ко мне ты равнодушна? И почему ты смотришь свысока? Я не прекрасен, может быть, снаружи. Зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши, ты погоди, не спеши дать ответ. Только два слова всего, только два слова всего, только два слова всего, только два слова всего. Да и нет. Садитесь. «Стал я бледен на вид, потерял аппетит!» Максималистка. Поднимите руку, кто бы вот за такого вышел бы прямо вот не глядя. То есть вам просто вот, ну, даже не показывают фотографию, просто говорят, не пьет, не курит человек, хочет детей, любит вас, любит, не пьет, не курит, хочет детей, любит, но про Бога пока ничего не знает. Кто готов? Поднимите руку. Все? Все готовы? А? Не смотреть как на вас? А как? Скажите, я буду так смотреть. А он просто такой же, как вы, понимаете? Вы вот такая упертая. Вам надо... Все по максимуму. Если вы что-то знаете, вы уверены, что это правда в подтверждении. Он точно такой же. Христос говорит, я не верю в Бога и не поверю никогда! Это означает просто, что он такой человек, как женщина должна себя вести. Она должна сказать, да-да-да, мой хороший, пойдем в ЗАГС, пойдем. А ты не поверишь в Бога никогда, все нормально. Он просто так говорит, потому что у него природа такая. Максималист такой же, как вы. Вы похожи один в один вообще. Друг на друга. Он такой же, как вы, просто максималист. Вот и он так. Я никогда не поверю в Бога. Но это же не значит, что он никогда не поверит в Богу. Просто он так говорит, и все. Вот, допустим, я если наем сейчас, меня накормят девушки, хорошо готовят, накормят. Я могу сказать, все, я больше никогда не буду есть. Это же не значит, что я не буду есть. Человек не может жить без Бога. Хоть какой. Нет возможности жить без Бога вообще, человеку. Все, что мы видим в этом мире, это от Бога. Красота природы. Просто мы не хотим признаваться себе в этом, в том, что это от Него все идет. Красота женская даже, это от Бога. Он просто пользуется всем этим, он стремится к этому всем сердцем, но не понимает, что это от Бога. А ваша задача просто ему это объяснить с любовью. Чтобы он это понял, что от Бога. Теперь смотрите, интересный момент. Вам, будучи упрямым человеком в прошлой жизни, все-таки кто-то смог объяснить, что Бог есть. Теперь вы должны отдать этот долг. А вы хотите его отдавать или нет? Вам объяснили, на вас потратили эти силы. Человек трудился сильно очень в прошлой жизни. Он вам дал знание, что Бог есть. Ценой своей жизни. Он жил ради того, чтобы вы поняли это. И вы это поняли. Теперь вы готовы платить цену? Хорошо. Ну а чем мы еще можем платить? Вот вы не знаете, значит вы вообще просто скупой человек. Бог вас накажет за это? Вы не знаете, то ли вы хотите, то ли не хотите. Ну хорошо, бросайте его. А может и вообще не быть ничего? Что значит опять 25? Просто никого не будет потом и все. Что нужно? Я думаю, что вообще не будет. Что думаете, вам одного за другим будет посылать, что ли? Вы что о себе вообще мните? Одного лучше другого. Этого не нравится, давай там вот дадим ей. Это же не торговая лавка, понимаете? Вот Бог до одного человека смотрит. Если вы пендриваетесь, дальше наказание уже идет. Ну понятно, что было. И уже два раза. А сейчас уже третий. А Бог любит Троицы. Троицы. Вы подождите. Что вы не ждали? Не было печали, просто уходило лето. Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Молодец. Мне нравится ваш вздох. Не смотрите в ту сторону больше. Я знаю, почему вы мне задали этот вопрос. Потому что Бог не хочет уже больше терпеть ваши глупости. Вам дал человека. Все. Дальше все будет строго. Это он вас баловал. Теперь не будет уже все. Все. Вперед. Воспитывайте человека. Через несколько лет он поверит Богу. Через 3-4 года серьезно работает. Все. Поверит Богу. Немножко потрудиться надо, а потом нормально. Ваша хорошая семейная карма. Нормально. Хорошая. У всех человек есть какие-то трудности в жизни. Задачи. Зашите глубже. Правильно. Молодец. Разумный человек. Вы знаете, как принимать наставления. Действуйте так, как вы поняли сейчас. Не уходите в сторону. Некоторые иногда так делают. Приехали сюда, в Святое место. Поспрашивали, где Лея Геннадьевича. Потом уже в машине, на обратной дороге. Думают, ну я так не буду делать. Будьте осторожны. Святое место это серьезная вещь. Нельзя здесь пренебрегать наставлением. Да? Ваш вопрос? Раз. 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 Влияет, а? Влияет, а? Вашего мужа. Не. Вашего мужа. Да. Как фамилия? Какая фамилия? Майя. Майя. Супер. Отличная фамилия. Дает власть человеку, силу, могущество. Классная фамилия. И у вас, кстати, у вашего мужа тоже есть власть. Ну, классно же. Власть это возможности в жизни. Почему что-то менять надо? Просто кому-то не доверяете чуть-чуть. Угу. Поэтому проблемы. Поэтому гражданский брак. А, нет. Что нет? Нет, мы хотим. Расписываться? Да. А кто первый захотел? Когда ты говорила, я попробую, а сейчас еще он. Ну, вот. Я об этом же говорил. Вы еще сомневаетесь, да? Он хочет, вы сомневаетесь? Нет. Все уже? А когда сомневалась? Вчера? Нет. Год назад. Нет, я здесь не помню. Ну, ваш вопрос несущественный. Фамилию надо оставить ему. Ваш мальчик, просто он... Ему очень трудно иметь эту силу власти. У него и природа слабая в этом плане. И фамилия ему поможет. Она поможет ему иметь эту силу. Можно еще? Он очень напряженный, ваш ребенок очень напряженный. И черный цвет, он расслабляет человека. Это лечебный цвет для него. Он лечится таким образом. Да? Нет, вот. Вот теперь. У меня проблема. За работе уже зашло. На полюса по работе, по полюсу. По полюсу. И они затрудничали по работе. Эта ситуация здесь несколько минут. И... И... И девушка его намного дальше. Ну, у меня здесь. Ну, по концу. Вот. И... И... Эта девушка, она... Мне кажется, как его обсудили. Да, да, да. Так и есть. У него есть связи. И я поздравляю ему, так как же, нафицированную. Ну, да. Так и есть. Вот. И это не жарковато. А он наслаждается ей. Ему она нравится, да? Ну, он говорит, что она ему присутствовала женщина. Но я вижу, что ему... Ну, это он через... Вам просто так говорит. Я могу сказать, что она молода и, как бы, хочет с ней сотрудничать. Вот. Я с ней сговаривала и делала что-нибудь. Ну, и... Ну, она мне не сам веселый. Но потом я не писала, потому что... Она мне ответила, что... Ну... Она не интересует свою роль, как мужчина. Но она... Ей нужно взять. Обман. Она интересуется. Она делает все, чтобы... Она не пренебрегает, что вы думаете. Иначе она не интересует. Да. Она... Она уже, как бы, оскорбляет вас, пренебрегает вами. Да. И она... То есть... Я бы опросил. Она... Скажите вашему мужу. Он же слушает мои лекции, уважает меня. Но он уважает меня, я чувствую. Так? Он уважает мою... Веру. 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 Скажите ему, что я точно знаю, что эта девушка принечет ему беды. Она будет разрушать его деятельность. Вот. Что случилось, то что он офис, как бы, ей дал офис, я была пропустить ему часть офиса. Теперь они вечером работают по вечерам. Она хотела, чтобы он не отдал акции своей фирмы. Она будет разрушать его. Она будет разрушать, она его будет вытеснять из этого. Пока не поздно, он должен остановиться. У него еще есть по судьбе где-то полтора года. Через полтора года он может остаться у разнитого корыста. Она вытеснит его из этой деятельности и захватит ее. Это враг для вашей семьи. И она будет уничтожать ваше счастье. Садитесь. Когда человек укусила змея, то он не может нормально соображать. Его разум уничтожен. Вот смотрите. Это верный человек. Мы имеем дело сейчас с верным человеком, не гулякой. Он верный человек, но так как он сильно привязан к деньгам, к бизнесу, поэтому Господь ему сделал такое испытание через бизнес. То есть к нему пришла молодая девушка, которая, в принципе, ему очень нравится. Но так как он верный человек, он не может себе в этом признаться. А она использует это чувство его для достижения своих целей. Но она при этом не против тоже как бы его захватить себе под карман. Но она не будет с ним жить. Она его выбросит из своей жизни. Даже если захочет его взять себе на время. Да, ну не важно. Важно то, что это ваша судьба же. Вот все, что вы рассказали, это ваша судьба. И все, что нужно делать, это молиться. Вы также увидели, что нет другого способа вам победить судьбу. Потому что ваш муж уже захвачен. У него нет разума сейчас решать ситуацию. Он будет делать все, что она скажет. Но если вы будете молиться, то судьба свое дело начнет делать. Если вы победите свою судьбу, дальше произойдет следующее. Пока сейчас она ведет очень тонкую игру с ним. Но если вы помолитесь, то она выйдет из равновесия. Она потеряет самоконтроль и совершит неправильный поступок, который отрезвит его. Вот и все. Сейчас у вас период страха. У вас период страха. Потому что вы душой не хотите трудиться. Я много молилась в самый прекрасный период. Сейчас я более-менее успокоилась. Но у меня такое ощущение, что у меня нет силы молиться. Я молюсь, но... А это означает, что вы не знаете, как молиться вообще в принципе. Силы молиться приходят от звука святого человека. Именно с ним вместе вам и надо молиться. Тогда от него придут вам силы. Если вы будете одна молиться, у вас будет таять силы только и все. Видите, вам легче становится сейчас так ведь? Почему? На сердце легче становится. Почему? Знаете? Потому что вы знали правду, как надо действовать. Вы обязательно будете так действовать. Вы разумный человек. У вас все получится. И еще в процедуру, когда вам скажете, что иногда думаете, что я себе надумаю уже как же? Нет, нет. Все правильно. Вы точно так же, как вы? Да. Да. Нет, ничего не надумывайте. Все правильно. У вас не хватает внутренней силы понять, правда это или нет. Я вам гарантирую, что это правда. Все, что вы говорите. Это так и есть. Не надо об этом беспокоиться. Ваша судьба сейчас подошла к экзамену в вашей жизни. Потому что человек живет не для мужа. Вы всю жизнь жили для мужа. Верно ему служили. Получили благочестивые отношения. Теперь вам надо победить это чувство, что муж это главное в вашей жизни. Вы должны понять, что Бог главный в вашей жизни. И ради этого устроен этот концерт. Когда вы это поймете, она отступит. Она не сможет дальше с вами ничего сделать. Девушка. Она всего лишь является представителем времени. Человек не может действовать, не имея силы, полномоченности. Сейчас она полномочена разрушать вашу жизнь. Но если вы сдадите свой экзамен, ее уполномоченность закончится на этом. Она потеряет силы и она будет делать глупости. А я уполномочен вам об этом сказать. И сказать вам о том, что ваша жизнь не пришла к тупику. Просто есть объем работы, который вы должны выполнить и все. Это не тупик в вашей жизни. Это битва, это то, что приближает к победе. Это не то, что приближает к концу жизни. Битва, это всегда то, что приближает к победе. Рожаетесь за свою жизнь. Рожаетесь. Вот, да. Вы, 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 да, 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 конечно. Нет, вы были просто максималисты. Вы хотели, чтобы ребенок был таким, как вы хотите. И все. В этом вся причина. Раскайтесь. Но не надо при этом, надо раскаяться в сердце, но не надо ему об этом говорить. Вы мне не сказали главную проблему. У вас нет отношений с ребенком, что ли? Просто вас совесть мучает, да, за то, что было? Да. Ну, если она вас мучает, то просто молитесь, служите совести, она успокоится. А не надо? Нет, не надо. А зачем? Ну вот, все правильно вы говорили. Вы ответственность перекладываете на него. Зачем? Просто молитесь, и Бог вас простит. Да, вы? Да. Нет, вот девушка принято. Я хотела спросить, как правильно молиться на человека, если вы считаете, что он молится? Правильно молиться так. Включайте голос Шилы Прупады, читайте вместе с ним его настроение. О человеке думать не надо. Нужно просто сказать себе, что я вот за него молюсь и отдаю все плоды молитвы ему. Можете все свои круги молитвы читать за него, не бойтесь. Не надо думать, что вам ничего не достанется. Всегда, когда человек молится, он должен это делать для блага кого-то. Никогда не нужно молиться для своего личного блага. Если вы будете делать для блага кого-то, вы получите чистую преданность Богу в сердце, а остальные блага получат те, кому они нужны на данный момент времени. Не надо бояться, что ты отдаешь свою молитву. Не надо никогда молиться за себя. Молитесь всегда для блага людей. И в тот момент, когда вы молитесь, этот человек будет приходить в сердце. Не надо в это время о нем думать. Знайте, что он приходит в сердце, потому что ваше сердце связывается с судьбой в это время. Но не лишайте судьбу сама. Решайте с помощью служения Богу. Думайте о святой личности и посвящайте ей свою жизнь. А событие, которое будет вспоминаться в сердце, будет таять само постепенно, и там наступит покой. Когда в сердце наступит покой, вы пройдете первую стадию победы над судьбой. Вторая стадия будет продолжать молиться, хоть и чувствовать, что все хорошо. Вторая будет стадия изменения отношений с этим человеком. И третья стадия будет изменение этого человека внутри себя. Это касается также и тех людей, которые ушли из жизни. Вы можете так делать. Первая стадия – спокойствие. Вторая стадия – на него влияние пойдет, на его судьбу. И третья стадия – он освободится от страданий. Да, мужчина сзади. Девушка на первой женице живет в России. Как определить, есть ли у нее желание действительно какой-то союз создать или в плане переехать в Германию? Будет что-нибудь всегда хорошее. Ну, с этого союза получится. А у девушки, у женщин не разделяется желание воспользоваться мужчиной и любовь к нему не разделяется. Это одно целое. Точно так же, как вы, допустим, как определить, вы хотите наслаждаться телом женщины или хотите о ней заботиться? Ну, то и другое. И то и другое. Точно так же, женщина же вашим телом не понаслаждаешься. Чего в нем наслаждать? Женщина не наслаждается телом мужчины, она наслаждается его судьбой. Мужчина эксплуатирует тело женщины, а женщина эксплуатирует судьбу мужчины. И то и другое означает эксплуатация. А вы хотите, чтобы она за вас выслужила замуж и ничего не эксплуатировала? Так не бывает. Где вы такую женщину найдете, чтобы она интересовалась вашей судьбой? А в итоге то, что вы лентяи. Вы не хотите сами в молитве узнать, брать ее замуж или нет. Вы хотите, чтобы я это узнал сделать. Но знайте, что в итоге ничего не получится. Я вам приведу такой пример. Ко мне подошел один парень и говорит, какая моя природа? Я говорю, вы должны сами это понять. Или через труд,ече性 деятельность, или через духовную жизнь. Он говорит, ну вот вы же знаете, какая моя природа. И вы скажите мне. Я говорю, ну вы должны понять сами. Он говорит, нет, вы скажите мне, раз вы знаете. Я говорю, хорошо, вот у вас такая природа, пожалуйста. Он говорит, что это значит мне вот так вот действовать? Я говорю, да, это значит, что так. На следующий день он приходит на лекцию, я говорю, вы поменяли работу? Ну, начали в этом направлении двигаться? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, я в какой-то момент начал думать, что вы ошиблись. Я говорю, что это значит? Он говорит, я не знаю, что это значит. Я говорю, это значит, что вы сами должны понять, какая у вас третка. Другого варианта нет. Человек не может воспользоваться советом, если он не достоин его. У вас точно такой же случай. Вы задали мне вопрос просто из любопытства. Вы не можете воспользоваться моим советом, потому что я даже не обязательно завтра. Вы уже сегодня к вечеру будете думать, что я, может быть, ошибся. Почему? Я не буду так думать. Будете сто процентов, потому что вы недостойны ответа. Вы должны сами в молитве понять, брать ее замуж или нет. За вас это никто не сможет сделать. Потому что вы мужчина. Женщине можно так сказать. Иди за него замуж, и она будет счастливой, пойдет. Женщине нужно помочь обязательно за кого-то выйти замуж. Но мужчине надо помочь самому решить, брать или нет. Я единственное могу вам сказать, что по судьбе это ваш человек. Это я могу точно сказать. Она, ну, по судьбе ваш человек. Имеет ли она к вам привязанность какую-то? А понимаете, у женщин привязанность не возникает быстро. Есть такая песенка. «Быть может ты на свете, наверное, лучше всех, Но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, Одна дождинка, еще не дождь». Я правильно говорю про женщину или нет? Женщина не может сразу понять, Она как бы любит человека или не любит. Она просто чувствует, что он ей нужен. И она за него выходит замуж. А любовь у женщины приходит позже. Такова природа у женщин. Женщины, понимаете, они пользуются своей красотой, Как рыбак пользуется червячком на рыбалке. То есть она строит глазки, делает вздыхание, Такой вид, что она уже по уши влюблена, Но внутри у нее работает расчет холодный. Он смотрит так, смотрит он на меня или нет. Реагирует так, поклевка пошла. Тянем, 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 тянем. Вот потом, оп, подцепила, все проймала. Так ведь женщина? Так. Но если женщина влюбилась в кого-то, То это для нее проигрыш. Если женщина раньше времени влюбилась, Он еще не ухажет, она уже влюбилась. Это нехорошая ситуация. Лучше, чтобы она делала все как надо. Чтобы она строила глазки, Как бы притягивала к себе человека, Давала возможность ему посражаться за нее. И потом, ладно, хорошо. Выхожу за тебя замуж. А потом у нее привязанность, Любовь возникает дальше. У мужчины сначала возникает привязанность, А потом уже... Да, он с крючка потом хочет лезть, но поздно. У вас привязанность-то возникла, нет? Возникла? Вы добиваетесь девушки, нет? Ну, да. А она немножко брыкается, да? Да, вначале да, а сейчас какой-либо уже нет. Пошла, пошла, да? Ну, если брыкается, значит, солидная рыбка попалась. Ну, значит, вас будет строить обязательно. Строить вас будет, по струнке будете ходить. Надо. Все женщины строят мужчин. Достойные женщины. Солидные, всегда способные. Ну, как бы, мужчине давать советы, как бы, они способны быть наравне с мужчиной, достойных женщин. Они достойные, они вот так вот ходят, как бы, унижаются. Когда женщина добровольно, смиренно себя ведет с мужчиной, но при этом может ему сказать правду, это самый лучший вариант. Вот она такая, она добровольно может быть смиренно себя вести. А на лекции слушаешь какие-то, духовной практикой занимаются? Она четыре принципа соблюдает. О, видите, какая. Четыре принципа. Четыре принципа — это не пить, не курить, цветы всегда дарить. Нет. Нет, четыре принципа — это не пить, не курить, не заниматься денежными макинациями и не изменять. А, еще мясо, да, мясо еще. Мясо не есть. Мясо не есть. Идеальная женщина, говорят. Ну вот, смотрите, вы, как бы, вы сейчас, как бы, вам не нравится, что она вас сомневается? Ну вы точно такой... А? Ну вы точно такой же человек, вы тоже в ней сомневаетесь. Вот точно такой же человек, она на вас похожа. А в чем проблема у тебя? Прикинулись? Конечно. Так, кто вот, скажите, кто уже дал давно поднимать руку, но я не обращаю внимания на этого человека. Вот мужчина, да. Спасибо, Анна Ильич. Спасибо вам. Я понял, что в Европе по бумажкам не надо отвечать. Сразу все начинают бумажки писать. Боятся открывать сердце люди. Я не боялся, просто я там много написал, но я понял, потому что я не то написал. Так вот для этого и написали, наверное, нужно понять, что не то. В общем, вопрос у меня такой. У меня есть задача по здоровью. Есть? Я знаю об этой задаче. Вы мне уже говорили о том. Какой-то вирус, либолезная габида. Ну, ясновидующая сказала, что это из прошлых воплощений. Так все из прошлых воплощений. Может, даже ясновидующую не спрощил. Если человек имеет агрессию, какую-то агрессивное влияние на его организм, он должен изучать, что нейтрализует это агрессивное влияние. Если это вирус, то вирус лечится сосной и с иголками. Сосна с иголками лечит вирусную инфекцию. Белый перец лечит вирусную инфекцию. Горчица желтая лечит вирусную инфекцию. Имбирь лечит вирусную инфекцию. Семена пиполы, такая индийская специя, лечит вирусную инфекцию. Можете носить на запястьях все эти компоненты по очереди. Вот, берете ветки сосны с иголками, привязываете левая рука, левая нога, запястье, лодыжка и носите неделю. 12 часов каждую новую ветку ставьте. Можете даже спать с ними. Через неделю, если вам легче становится, значит помогает. Если не помогает, ставьте белый перец, потом желтую горчицу. Я чувствую, что желтая горчица и белый перец помогают, могут помочь вам в лечении вашей инфекции. Можете их вместе поставить одновременно, чтобы сильнее эффект был. Не забудьте, что левая рука, левая нога. Жена, правильно, жена все запоминает. Конечно, я согласен с вами. Это уж когда жена рядом, ничего не запоминает. Спасибо. Спасибо.